Здравствуйте! В этом видео я хочу показать замиокулькас, как добиться увеличения клубней, чтобы появилось как можно больше новых листиках. Это видео подойдет для тех, у кого замиокулькас вообще не растет, остановился в росте, и вы хотели бы увеличить количество листьев. Этот способ рабочий, я уже проверяла его. Он работает не только на взрослом замиокулькасе, но также вы можете увеличить клубни уже на укорененных листиках или ветках. То есть способ позволяет именно добиться увеличения клубней. А все вы знаете, чем больше клубни у замиокулькаса, тем больше он выдает новых листиков, веток. Еще хочу отметить тот момент, что чем больше клубень, тем ветки больше. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы наращивать именно клубни у вашего замиокулькаса. Такую подкормку можно уносить как один раз в неделю, так и один раз в две недели. Итак, давайте начнем. Именно для замиокулькаса, который находится в грунте, нам понадобится любое удобрение с ровной формулой НПК. В данном случае у меня тут пуршат для петуни и можно взять вообще любое удобрение, которое у вас есть с ровной формулой НПК. НПК это Н-азот, П-фосфор, К-калий. Тут у меня 16-16-16 и мы будем усиливать действие нашего удобрения фитоклоном. Фитоклон это средство для укоренения. Как правило, его используют для черенков, но я заметила, что если его взять для замиокулькаса, там содержится такое вещество, которое увеличивает корнеобразование. И клубни растут как на дрожжах. Нам надо 10 капель на 1 литр воды. Удобрение с ровной формулой НПК у нас надо 1 грамм на литр. Фитоклон 10 капелек на литр воды. Также, чтобы усилить наше удобрение, чтобы усилить корнеобразование, чтобы усилить рост самих листиков, я добавлю 4 капли циркона. Циркон это своего рода стимулятор не только ростов, но и корнеобразования. Плюс он помогает снять стресс у растений. И благодаря этому растение растет намного быстрее, лучше и качественнее. Поэтому такая связка удобрения усилит развитие корневой системы. А мощная корневая система позволит нам нарастить большую листву. Лучше всего таким удобрением подкармливать маленькие замиокулькасы 1 раз в неделю. Ну а большие замиокулькасы по мере просыхания грунта можно подкармливать 1 раз в 2 недели. Просто вот маленькие замиокулькасы, видите, тоже выпускают новые веточки, они быстрее просыхают, потому что находятся в новых стаканчиках. Итак, вторая связка удобрений. Тоже берем удобрения с ровной формулой НПК. У меня тут 16, 16, 16. Хорошо растворяется в воде. Добавляем 4 капли циркона. Циркон это своего рода усилитель удобрений. И также добавляем радигрин. Радигрин это практически очень похожий стимулятор корнеобразования, как фитоклон. Но состав у них разный. То есть тут содержится кора ивы, если я не ошибаюсь. И они по-разному действуют, но эффект получается один и тот же. Ну и радигрин стал намного дешевле, чем фитоклон сейчас. Ну а по эффекту они практически одинаковые. Его надо тоже 10 капель на 1 литр воды. Единственное, учтите в такой момент, что это гель. И он не сразу растворяется в воде. Поэтому его надо прям хорошо-хорошо размешать, чтобы вот эти вот капельки, они хорошо размешались в воде. Благодаря этому удобрению растет мощная корневая система. И у вас будут достаточно большие клубни. Я такие удобрения обычно замешиваю, чтобы поливать свои маленькие замиокулькасы, для того, чтобы они набирали большую массу. То есть клубневую сначала массу. Чем больше клубни, тем больше листвы. И благодаря этим удобрениям мои детки намного быстрее растут. Также этим удобрениям можно поливать взрослые замиокулькасы. Это увеличит их корневую систему. И благодаря этому полезет новая листва. Вот у меня карликовый замиокулькас. Чтобы он был пышный, достаточно маленький, я поливаю этим удобрением. Итак, сейчас будет третья подборка удобрений. Она нужна для того, если вы выращиваете свой замиокулькас из листа. Вот у меня стоят листики на фитильном поливе. Я специально их подкармливаю удобрением, чтобы у них росли как можно больше клубни. Воду я наливаю в поддон. Ну и вода постоянно влажная у них. Тут вот белый налет, это не плесень, это соли от удобрений скапливаются. Поэтому ничего страшного. Наливаем воду обязательно, отстойная вода комнатной температуры. И берем монокалий фосфат. Монокалий фосфат зарекомендовал себя очень хорошо при выращивании именно листиков замиокулькаса. Чтобы именно на монокалий фосфат очень хорошо растет клубнивая система. Ну и для усиления эффекта мы добавим либо фитоклон, либо радигрин. Что у вас есть? Я не рекомендую использовать корневин. Потому что корневин не растворяется в воде и на фитильном поливе от него вообще не будет толку. Потому что система его не будет всасывать. То есть он не работает, потому что не растворяется в воде. Вот если бы им поливали, то был бы смысл. А на фитильном поливе в нем нет смысла. Добавляем 10 капель. Либо радигрина, либо фитоклона. Что-то одно. Ну и для усиления эффекта обязательно добавим 10 капелек циркона. Это помогает быстрее наращивать корневую массу. И для того, чтобы у вас был обязательный эффект, я рекомендую ваши укорененные листья поставить под фитолампу. Достаточно брать какую-нибудь немощную лампу, но не менее 18 ватт. Вот, например, у меня стоят растишки, которые укореняются лампой 50 см. Ну, может где-то плюс-минус 52, 54 или 50 на 18 ватт розового свечения или кремового свечения. Никогда не берите фиолетовое свечение, потому что оно предназначено для окон. То есть как дополнительная подсветка и очень мало освещенности. И если у вас, например, змеокулькасы не освещаются солнцем на окне, то они не будут работать. То есть эффекта не будет. Добавляем поддон, конечно, и ждем. Ждем эффекта. Вот такие вот у меня малыши. Я их выращиваю. У меня тут оптовая посадка. И у меня их очень много. И для эффекта, я уже заметила, очень хорошо помогает такая связка для наращивания большого количества крупных клубней. Вот видите, какие небольшие, но большие клубни дают много листвы. И я стараюсь как можно лучше вырастить их, чтобы получить хорошие клубишки. Чтобы вам потом уехали крупные клубни. Не на всех, конечно, листиках растут крупные клубни, но тем не менее получается. Чем меньше листва, тем меньше она дает кубишки. Поэтому большая листва дает большие клубни. Учтите тоже этот момент. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.